Друзья, 97% зрителей смотрят новости без подписки, подпишитесь, чтобы не пропустить свежие новости. Бедную Японию наш уважаемый президент просто заставил рыдать горючими слезами. Владимир Путин буквально тону самого жгучего в мире васаби заставил проглотить руководство Токио, а когда слезы на глазах выступили, пожелал им приятного аппетита и много новых сюрпризов. Это буквально так и было, судите сами. Если коротко и по факту, заставили Японию платить за нефть в юанях. Это, честно говоря, уже почти бессердечно, это все равно, что заставить Байдена кричать лозунг или скандировать известный пароль отзыв про один полуостров. Учитывая, какими заклятыми друзьями являются сыны Ямато для Китая, подвергать их подобным. Финансовым процедурам это уж слишком мощный троллинг. Впрочем, Япония, конечно же, должна сказать спасибо исключительно себе, например, за то, что в делах она не руководствуется принципами благодарности и элементарной порядочности, а просто выполняет приказы. Путин 20 лет предлагал Японии наконец-то обрести хоть немного независимости и отвязаться от США. Но почему-то ребятам из Токио оказалось, что гегемон несокрушим, что Америка всегда будет побеждать и что ставка именно на Вашингтон принесет им больше всего пользы. Самое забавное, что именно сейчас для Японии пришел исторический момент и шанс, чтобы образумиться. Дело в том, что пример Германии до такой степени красноречив и символичен именно для Японии. Потому что, несомненно, именно Япония и была полным аналогом Германии, но только в Азии. Точно так же США сперва сделали ее главной экономикой континента, точно так же США потом сделали из Германии свой неприкосновенный запас, из которого сейчас забирают все, что надо им самим. Именно Германии отводится роль Брандера, который примет на себя, лишь бы нанести ущерб другим. И сегодня с точностью то же самое повторяется с Японией. Но на два года позже и уж за эти два года в Токио могли бы одуматься и понять, что их ждет. Что если уж они не захотели стать верными и могучими союзниками России и Китая, то могучие точно некому не нужны. А вот Америка, которая готовится уйти на положение полуавтарки, явно нуждается в ресурсах. И если в лице России и Китая себя ограбить не дали, значит, остается грабить союзников. Германию, Британию, всю Европу, Японию, Южную Корею, всю Азию. А у России и Китая будет лишь одна задача. Всеми силами Америки помогать разбирать на запчасти и Европу, и Японию. Потому что у них слишком высок, потому что амбиции, в том числе, слишком серьезны. И потому что иметь таких под боком слишком опасно, и грех не воспользоваться моментом, когда собственный союзник Японии взялся ее обезжиривать и не помочь Вашингтону. Времена нынче столь суровы, что даже смешно вспоминать недавние споры с либералами о том, что нефть и газ якобы ничего уже не значат в этом мире. Что их можно купить где угодно, причем задешево. И что нормальные-то страны совсем другие вещи продают, без которых действительно никто не обойдется. Так вот, без смартфонов обойтись можно. А вот без еды, для выращивания которой нужны удобрения и газ, еще никто не обходился. И без тепла, которое согреет зимой, тоже еще никто не обходился. А вот без электромобилей можно, хоть на деревенских санях. Дело в том, что Россия просто сделала Японии предложение, от которого невозможно отказаться. Для Японии проекты Сахалин-1 и Сахалин-2 имеют настолько огромное значение из-за ограниченности своих собственных ресурсов, что ради обеспечения доступа к энергоносителям этого региона Япония готова на все. И в Москве тоже отлично понимают значение этих энергетических проектов для Токио. Однако в то же время японское правительство продолжает вести политику по отношению к нам, что проявляется во введении санкций. Поэтому Россия и решила просто взять и поставить Японию перед фактом, дивиденды по проектам Сахалин-1 и Сахалин-2 они будут получать в юанях. И точка. Что сказать, в связи с последними событиями на газовом рынке Европы многие народы, особенно те, которые живут поближе к северной стране Дубничела, в совершенстве изучили нецензурную лексику. Причем на русском языке. И в первую очередь слово из трех букв. Не знаю, про что некоторые подумали, но это слово – газ. Давайте на чистоту, несмотря на сказки о том, что в просвещенной Европе все хорошо, чисто, сытно и мухи не кусают. Это не так. Совершенно. Многие европейцы живут очень скромно и привыкли экономить. Очень экономить. А цена на энергоносители во многих странах? Нет, не подросла. Европейские государства спонсируют коммунальную сферу, поэтому цена на свет и отопление немного подросла, но не в разы, как нам рисуют по телевизору в новостях. Власть прекрасно понимает, чем может закончиться такое подорожание. Нет, цена заставила рядовых европейцев задуматься о двух вещах. Стало понятно, что газ в ближайшем будущем будет очень дорогим удовольствием, нужно находить какую-то схему по экономному отоплению дома. И тут многие задумались об опыте экономии самых простых людей с родины легендарного Улупуки, то бишь Финляндии. Жители этой страны – люди экономные, привыкшие считать каждую копейку. Во многом потому, что газ всегда обходился им очень дорого, плюс не везде есть возможность протянуть заветную желтую трубу. Да, по российским меркам расстояния между населенными пунктами у них смешные, но для самих финнов 100-200 километров от столицы – это как у нас Таймыр. Итак, как финны отапливают свои дома без газа, они используют разу три источника. Один воздушно-тепловой насос, то есть по-нашенски, кондиционер. Летом в жару он дает прохладу. Главное время от времени подходить к этому агрегату с метелкой и выгребать из него тонны комарья и мошки. Она так забивает технику, что иногда оттуда вытекает почти что фарш. Причем, понимая, что кондей в их климате – это расходный материал, финны покупают самый дешевый. Главное, чтобы подходил по мощности и был инверторным. Осенью и весной, когда жару сменяет промозглость, кондиционер вполне справляется и с отоплением. До минус пяти они частенько топятся им. На дом 80-100 квадратных метров его вполне хватает благодаря создаваемому повышенному давлению. А дальше начинается самое интересное. В центре абсолютного большинства финских домов без газа стоит массивная печь. Печь стоит на отдельном фундаменте и действительно очень массивная. Ее задача – обогрев всего дома и даже возможность приготовить еды. На удивление, финны не используют котлы. У котлов, помимо ненужной возни с радиаторами и трубами, есть один большой недостаток – как только заканчивается горение, они моментально остывают. Поэтому у финнов печи очень массивные и могут достигать 7-10 тонн. Это гигантский тепловой аккумулятор, который встроен в центральную стену дома. Бизнес в Европе ждет отмены санкций, чтобы вернуть связи с РФ, заявил президент Польши. Польша тоскует, огромная часть предпринимателей в Европе спят и видит, как бы вернуться к совместному бизнесу с Россией. Отчаянная риторика политиков не должна пугать и водить в заблуждение, говорить они будут все, что надо. А вот если смотреть на дела, то можно заметить и дырявые санкции, и аккуратное наведение мостов, попытки строить сепаратные закулисные соглашения. Ни один глава государства в Европе этого не признает и уж тем более не скажет, что он сам этому делу помогает, но слишком многие силы хотели бы вернуться к прежней жизни. Многие западные предприниматели, которые из-за санкций вынуждены были покинуть российский рынок, ждут возможности вернуться. «Мы не должны обманывать себя, многие сегодня ожидают отмены санкций, чтобы вернуться обратно к бизнесу с Россией, открыто и без стыда», высказался польский лидер в беседе с журналистами телеканала «Полсат Ньюз». Многие компании из Европы продолжают сотрудничать с Россией, но делают это через третьи страны. Так, в начале сентября РФ вышла на второе место по поставкам газа в европейские страны после Норвегии, обогнав тем самым Соединенные Штаты. Последний раз объемы транспортировки голубого топлива в ЕС были столь высоки в третьем квартале 2022 года, когда еще функционировал газопровод «Северный поток». Так и тянет повторить известный мем «Ну ты еще заплачь». Особенно прекрасно слушать про торговлю через третьи страны от Польши. Вот уж кто до последнего брал и до сих пор продолжает брать, и нефть у России, и много чего еще. Для нефти там были предусмотрены исключения для трубопроводного сырья и ограничивались лишь морские поставки. Уж сама Польша никогда не забывала под шумок громкой риторики брать и закупать у нас ресурсы по максимально дешевым ценам. Давайте напомним, что именно в Польше активно строятся заводы по производству электромобилей как китайских брендов, так и ряда европейских. Германия не просто так стала ведущим партнером России в Старом Свете, этого требовали интересы ее промышленности. Будет очень забавно, и совершенно не исключено, что со временем устаканится и отношения с Польшей. Как ни странно, но США опять промахнулись, они наказали Германию за то, что та сблизилась с Россией. Но у Германии не было выбора, экономику не обманешь, она объективна. И вот теперь США вложились в Польшу. А Польша вложилась в промышленность, она решила стать второй Германией.